Допустим, вот такие, видите, розетки появились тут. Вот тут и вот тут. Вот они довольно надежные. Раньше тем более выключатель теперь вот здесь. И можно все выключить, можно включить только вверх. Эти штуки не загораются, видите? Можно включить только эти штуки. И будут гореть только они. Вверх не будет гореть. Я считаю это очень удобно. Можно включить разом. Можно включить и верхние штуки и вверх. А вверх еще можно каждый по отдельности выключить. Ну, не знаю, почему такие заморочки, но пускай будет, не помешает. Так, что еще? Еще, видите, вот убралась стена. Пока что здесь шторочка такая симпатичная, черненькая. Убралась стена, переехал в угол потребителей. Здесь был такой, получается, какой-то коридор маленький, который стал теперь, как видите, некой прихожей зоной. Ну, почему нет, да? Вроде неплохо смотрится. Если хотите, я могу рассказать, как я сделал вот эти кирпичи. Эти кирпичи сделаны просто реально из, грубо говоря, мусора. Реально. Это форма вот эта. Это сделано... У каждого дома есть эта форма. Вы просто не знаете. У каждого в доме, в мусорке, грубо говоря, валяется вот эта форма. И чтобы сделать такие кирпичи, не нужно ни копейки вообще. Кроме как купить мешок шпатлевки за 200 рублей. Если хотите, я могу вам рассказать. Если хотите, пишите в комментариях. Расскажу вам, как кирпичи такие замутить. И вот. Видите, как оно довольно-таки симпатично смотрится. Уголок потребителей здесь прямо уместен. Вот. Убрали вот этот... Ну, грубо говоря, переходящий момент. Пустили проводку по-новому в гофре. Да, немножко выглядит, может, как стимпанк. Зато надежно. Лучше надежно, чем... Чем красиво, я считаю. Красиво – это херня. Надежность, главное. А потом, когда будет ремонт, со временем какой-нибудь очередной, я все это попрошу мастеров следующих, чтобы они все это под новый ремонт заморочили. Вообще, в моих новых мыслях, кстати, они родились недавно. Ну, не знаю, когда я приступлю. Убрать вот эту... Там туалет. Убрать вот эту... Перегородку. Вот это из гипсокартона. И вот это, соответственно. И смотрите, какой кусок добавится, да? Сразу в помещение. Но какой нюанс? Чтобы его убрать, нужно переделывать полностью в ванну и туалет. То, что там ванну и туалет. Вот такие дела. Нужно как-то... Я задумался об этом. Нужно нанимать мастеров, чтобы они оттуда выносились. Если вот здесь есть кухня. Кухня и комната. Вот там. Чтобы они там поставили ее. Установили. Новые, получается, полы. Нужно. Или хотя бы кусок пола. И будет вот такое огромное дополнение к комнате. Я хочу это сделать. Не знаю, когда это все будет. Фиг его знает. Но хочу. Вот как выглядит теперь. Симпатично. Намного больше места стало. Видите, убрали вот эту стену. И смотрите, какая красота. Просто куча огромное места. Да. Я считаю, да. Еще я разбил мойку. Видите, я теперь пользуюсь. Может, это внимательнее обратить внимание. Это обычная раковина. Обычная раковина. И все катит. Никто ни разу не заподозрил ни одного. Из нововедений еще появилась кофемашина. Это у меня... Секунду. Кофемашина. Клиенты пьют кофе. С удовольствием. Кофемашина хорошая. Такая настоящая. Чайник появился. Чайник Xiaomi. Умный чайник. Его можно законнектить, короче, с телефоном. Очень удобно. А, кофе. Смотрите, сколько кофе теперь. Правда, у меня уже прошла эта жара, когда я пил кофе. Прямо целыми днями. Я его не пью, практически, в последнее время. Пью чай зеленый. Мне нравится. Чайник приехал, и все, я соскочил на чай. Человек как-то не тянет меня на кофе. Пока что. Но я к ней вернусь. Это прямо хорошая вещь. Что еще из изменений? А, еще что. Еще затонировали окно. Я потом запишу, как это выглядит при дневном свете. Выглядит кайфово, тебя никто не видит. Ну, в такое время суток меня, конечно же, видно. Меня никто не видит днем, когда я работаю. Вообще, то, что нужно. И выглядит, смотрите, как. Выглядит намного красивее, чем какие-то шторы или еще какие-то керь. Скажите. Выглядит огонь. Ну, вот видите, что добавилось. Убралась стена. Кофемашина. Окно. А, проводка новая. Хочется чего? Хочется убрать вот этот вот, видите, да, огромный кирпичик. И на место этого, где теперь туалет и ванна, заморочить вот эту зону, где стоит сейчас диван, кофемашина. Место будет еще больше. Не знаю, зачем мне столько места. Не знаю, пускай будет, но лучше будет, чем он не будет, да. Тем более пустует кухня, и там можно спокойно установить все, что мешается. Ну, что, вот пролетел годок очередной. Посмотрим, как оно будет в 2020 году. Хотелось бы, конечно, жестких перемен еще каких-нибудь, прямо чтобы все было на полную катушку. Вам того же желаю. Хочу, чтобы у вас было все тоже на жесткую полную катушку. Если вы еще не надумали и не ушли в подполье, не могу вас к этому аргументировать, но, как видите, я еще не загнулся, и все по кайфу. Поэтому вам советую задуматься и начать жить по кайфу. Давайте. Всего хорошего.